Безвизовый режим, без дешевых перелетов. Ирландский лоукостер отменил запланированные на осень этого года рейсы из Украины. Авиаперевозчик обвинил международный аэропорт Борисполь в невыполнении условий соглашения, которое компания подписала с украинским министерством инфраструктуры еще весной. Тему продолжит Анна Панащук. Мечта украинского туриста летать в Европу за 20 евро так и не воплотилась в реальность. Оставалось всего полтора месяца до того долгожданного момента, когда из двух украинских городов Киева и Львова наконец запустят бюджетные авиарейсы по 11 маршрутам. Но лоукостер неожиданно отказался заходить в Украину. Киев не выполнил обещанное. Так авиаперевозчик объяснил свое решение. Борисполь в ответ заявил, обещанное обойдется аэропорту почти 80 миллионов долларов. К тому же предоставление льготных условий для одного авиаперевозчика ущемляет интересы других компаний. Если отбросить изначально невыполнимые незаконные требования о бесплатности всего, земли, офисов, аэронавигационного обслуживания, рекламных площадей, которые не может дать ни один директор ни одного государственного предприятия. Очевидно, требования изначально невыполнимые. Вероятно, они выдвигались просто для затравки, для дальнейшего торга. Конфликт приобрел форму треугольника, в углах которого правительство Лоукостер и аэропорт Борисполь. Министр инфраструктуры, который уже полгода, как анонсируют дешевые авиаперелеты, обвинил аэропорт в лоббировании интересов другого перевозчика, старожила рынка. Борисполь объяснил, действует в рамках закона и защищает интересы государства. В первую очередь финансовые. Думаю, скорее всего, наверное, это закончится чьей-то отставкой. Скорее всего, наверное, козла отпущения буду искать где-то в руководстве аэропорта. В меньшей мере, вероятно, отставка министра инфраструктуры по накопленным. Уже он накопил, на самом деле, много баллов. Пока в Киеве ищут крайнего, Львов все же подписал контракт с ирландцами. Хотя изначально Лоукостер отказывался сотрудничать с отдельным городом. По информации аэропорта, перевозчик согласился на некоторые уступки. Эксперты говорят, не исключено, что в конечном итоге достигнут компромисса и с Киевом. Украинские туристы уже успели приобрести билеты на рейсы Лоукостера. Кроме того, накануне его появления страна получила безвизовый режим с Европой. Компания пообещала украинцам возместить расходы. Но разочарование путешественников от этого не уменьшилось. Ожидала, что приятным бонусом к безвизу будут недорогие перелеты, что было бы очень логично. Но этого не произошло, поэтому нужно искать какие-то альтернативные способы передвижения. Эксперты прогнозируют, в течение года переговоры между Украиной и Ирландией возобновятся. И результаты будут более успешными. Не исключено, что уже этой осенью в Украине появится свой национальный авиаперевозчик Лоукостер. Некоторые местные и зарубежные инвесторы уже высказали готовность поддержать такого оператора. Анна Панащук, Михаил Мищенко, специально для Хабар-24, Киев, Украина.